Один из главных американских защитников Украины, спецпредставитель Курт Волкер, на этой неделе побывал в Киеве. Это уже шестой его визит в нашу страну и очередной перед встречей с помощником президента России Владиславом Сурковым. У Волкера в Украине была очень насыщенная программа. Это встречи и с Петром Порошенко, и с главой генштаба Виктором Муженко, и с замглавой администрации президента Украины, и де-факто куратором внешней политики Константином Елисеевым, и с секретарем СНБО Александром Турчиновым. Но неофициальными лицами едиными, Волкер встретился и с освобожденными украинскими заложниками. Вышел очень эмоциональный и теплый разговор. Так получилось, что день перед визитом Волкера в Украину на фронте выдался очень спокойным. И сам Волкер, общаясь с журналистами, привел это в качестве примера того, что мир на Донбассе все-таки возможен. Со вчерашнего вечера, по данным украинских военных, режим тишины не нарушался. Мы ждем официального отчета наблюдателей ОБСЕ, но думаем, что и они скажут то же самое. Возможно, все из-за погоды. Но мне хочется думать, это свидетельствует о том, что мир возможен, что может быть перемирие. Надеюсь, российская сторона будет придерживаться этого и в будущем приложит усилия для достижения настоящего перемирия. И что еще важно, у американских политиков и дипломатов уже такой стиль получать информацию от всех источников в других странах и общаться не только с властью. Этим США отличаются от других государств, которые претендуют на результативную внешнюю политику. Поэтому и во время нынешнего визита в Украину Волкер встречался и с парламентариями из разных фракций, в том числе и от оппозиции. Отдельную встречу Волкер провел с народными депутатами Сергеем Левочкиным и Юрием Бойко. И поэтому мы представили свой властный план, который публично несколько раз уже лунавый в парламенте, в связи с которым мы считаем, что можно выполнять то, что хотят люди всей страны. А на первое место люди ставят в проблемах страны, это решение военно-конфликта дипломатическим шляхом и завершение войны.